Приветствую вас на первом европейском мото канале и сегодня у нас будет крайне интересная и очень увлекательная распаковка достаточно необходимого оборудования. Давайте глянем что это у нас, а это не что иное как экшн камера, причем всемирно известного бренда Grundig или Grundig как кому нравится. Целая куча креплений, аккумулятор входит в состав, здесь водонепроницаемый бокс, выглядит все достаточно круто. Что здесь имеем? Батарея 900 ампер часов, 32 гигабайта флешку можно вставить максимально не входит в состав, 1.3 мегапикселя. И вот здесь вот начинаются уже нюансы. Максимальное разрешение, еще какие-то показатели. Казалось бы все круто, экшн камера, фирма крутая немецкая, причем эта фирма Grundig в свое время выпустила первый видеомагнитофон западно-германский, выпускала очень много крутой техники. Но потом в 90-х начались проблемы, нюансы. Была продана Philips, продана-перепродана и основная часть сейчас принадлежит и турецкой конторе, которая в том числе производит технику Beko. Холодильники, газовые плиты, может вы видели где-то в магазинах. Кому принадлежит это, я не знаю. Сделано конечно же в Китае, о чем такая вот наклеечка нам недвусмысленно намекает. Понятно, что это далеко не экшн камера, но самый главный ее плюс, это ее цена. Стоит она 9 долларов где-то. То есть купить что-то записывающее меньше чем за 10 баксов, ну я не знаю, это еще постараться надо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас куча креплений. Вот такое на трубу крепление, вот такое вот оно снимается. Можно приклеить куда-то, это двухсторонний скотч. Зарядка, микро-USB, ну да, что вы хотели за такие деньги. Какие-то штучки, ремешки. И непосредственно сама камера. Она уже упакована в боксик. В боксе тоже можно управлять. Вот есть кнопочки. Но заряжать не получится. Заряжать только когда она отдельно. Ну выглядит довольно круто, надо сказать. Закрывается плотно. Здесь резинка. Сам бокс, ну как бы, хорошо сделан. И вот такая вот камера. Да, по сути, самый-самый дешевый видеорегистратор в форм-факторе экшн-камеры. С более-менее стандартным аккумулятором, который используется в китайских экшн-камерах. Его можно докупить, несколько штук менять. Включим, посмотрим, что там у нас такое имеется. Это непосредственно сама камера. Далее фотоаппарат. Можно делать фотографии. Просмотр всего, что вы наснимали. И меню. Вот кнопочками сбоку она управляется. Все очень удобно. Понятно, что для съемки какого-то контента она непригодна. Но сейчас установим, посмотрим, насколько она может вообще как видеорегистратор работать. Видно ли номера, вообще хоть что-то видно, что она снимает. Что при каких-то, может быть, ситуациях это может помочь в некоторых разбирательствах. Ну, вы понимаете, о чем я. Итак, сегодня хорошая у нас погода. Как раз-таки солнечная. Проверим ее работоспособность. Сейчас все прикрепим и прокатимся. Проверим камеру и в день, и в ночь. Сейчас у нас день. Погода то солнечная, а то пасмурная. Сейчас солнце выглянуло, но в целом небо затянутое. Камеру я уже запаковал в водонепроницаемый бокс. Там есть крепление, которое позволяет крепить ее и без него. Но я уже решил сделать так. Может быть, будет небольшой дождик. Посмотрим. Закрепил пока на дугу. Одна часть, получается, закрепил сюда. Вторая часть в руке. Тут клипса. И как-то вот так вот это все выглядит. Ну, достаточно надежно. Вклы-выкл. Включим. Камера включена, но после где-то минуты или трех минут она выключается, но продолжает снимать. То есть, экран выключается ради экономии энергии. Но все это можно настроить в меню. Как вы уже поняли, это экшн-камера. А по факту самый найдешевейший видеорегистратор записывает не только изображение, но и звук. И прежде чем я начну бомбить по всему тому, что я вижу, я напомню, что эта камера закреплена на дуге защитной. И ей передаются все вибрации, особенно на повышенных оборотах. Ну, что сказать по качестве картинки. Ну, если мотоцикл стоит, или если совсем на маленькой скорости он едет, то на расстоянии метров двух в целом номера под определенным углом разобрать можно. Опять же, это дневное время. Марку автомобиля тоже можно понять. Можно понять, где мы едем. Вот видите, встречные автомобили. Ну, тут вообще все печально. Хотя, опять же, цвет. Плюс-минус тип. И даже марку автомобиля, кто разбирается, можно определить. Хотя, конечно, выглядит это все не очень. Не очень. На экшн-камеру не тянет. Вот. Так, это автомобили, которые стоят. Ну, там номер можно различить. В общем-то, на малой скорости работает. Так, здесь все печально. Это в темное время суток. Это ночь. Причем на освещенной городской дороге. Вот я подъехал к автобусу. Номер засвечен. Ничего не видно. Хотя, вот сейчас, вот сейчас мы поедем. Обратите внимание. Вот видите, видите, да? Можно что-то даже понять. Ну, в целом, это совсем никуда не годится. Какая-то цветомузыка непонятная. Ну, опять же, сблизи, да, номера читаемые. Номера читаемые. Хотя и плохо. С расстояния 2 метра или там 1. Это сумерки. Сумерки я тоже хотел снять. Ну, видите, все вот оно как бы так работает. Но, конечно, если бы это было лет 15 назад, то это был бы прорыв. Сейчас, конечно, есть уже вещи и посерьезнее. Ну, вот в сумерки почти ночью я подъезжаю к автомобилю. Номера видны. Марка тоже понятна. Все доступно. Резюмируем. Ну, мусор ли это? Ну, наверное, на 90% да. Хотя, остается же еще 10%. И тут надо вспомнить про цену. То есть, этот аппарат стоит 9 долларов всего-навсего. Конечно, если есть деньги, то лучше купить что-то более уподобоваримое, назовем это так. Но, кому хочется поиграться, может быть, для велосипеда это подойдет, чтобы что-то фиксировать. Вполне себе. Как какая-то игрушка, учитывая цену. Напишите свои впечатления в комментариях. Подписывайтесь на канал. Будет много всего интересного. Всем пока.